Галина Ширшина вступилась за своего заместителя. У меня есть большие сомнения в обоснованности тех обвинений, которые высказываются в адрес Евгении Саны Сухоруковой. Евгения Сухорукова ждёт приговора суда. Её обвиняют в превышении должностных полномочий в сфере экономики. Дело возбуждено два года назад. По версии следствия, Сухорукова, исполняя обязанности главы администрации Прионежского района, отдала под коттеджную застройку ценные сельхозугодья. Своими действиями бывшая прионежская чиновница, ныне работающая в Петрозаводской мэрии, нанесла крупный урон бюджету. Галина Ширшина выступала на процессе Сухоруковой в качестве свидетеля. Мы пойдём до самого конца, насколько это только возможно. Потому что я считаю, что дело Сухоруковой – это дело не только Сухоруковой, но и Ширшиной. Ширшина считает, что по статье Сухоруковой под суд может отправиться любой начальник. Мотив прионежского мошенничества по версии следствия. Ложно понятые интересы службы. То есть действовала, исходя из интересов службы, но ложно их поняла. Такую формулировку в случае обвинительного приговора можно будет представить какому угодно решению, какого угодно чиновника. На пресс-конференции не прозвучало сенсационных аргументов в пользу невиновности Сухоруковой. О самых тонких местах уголовного дела уже шла речь в ходе недавней пресс-конференции непосредственной фигурантки процесса. Главным образом защита Сухоруковой строится на заявлении о том, что отданы ею под строительство дач кусок прионежской земли на самом деле не имел заявленной следствием ценности. Якобы мелиорация там прошла в далеком 91-м году. С тех пор землей никто не занимался. И более того, участок был продан совхозам-частнику. Экспертиза показала, что мелиоративная система не действующая. И срок ее вообще существования 15-20 лет, а в канавах на этом земельном участке высота деревьев 10-15 метров. Якобы Сухорукова, будучи профессионалом-экономистом, просто подписала документ, составленный ее специалистами. Подписанная без тени сомнения бумага перевела сельхозземли под застройку, а Евгению Сухорукову отправила на скамью подсудимых. И Ширшина, и Сухорукова считают уголовное дело о мошенничестве, происками политических недругов команды «Яблоко». Сторона Евгении Сухоруковой уже готова протестовать решение суда, если оно будет не в их пользу. Я делаю то, что я считаю нужным в своей должности, на своем месте. Я не буду отказываться от Сухоруковой. Гособвинение требует отправить Евгению Сухорукову в колонию общего режима на три года. Приговор суда должен прозвучать в начале ноября. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника Плюс.